Сгодна с дадзинами Министерства по сельской господарции и харчаванне, зерневые культуры на Гомельшине убраны больше, как на 65% площадь. Агульный на молот – амаль 630 тысяч тонн. Добрый уроджай посприял и великой колькости тысячников, как экипажов комбайнеров, так и водителей. Сегодня на ушановании лидеров Жнева в Гомельском районе побывала наша здымочная группа. Гэты невеликий перепынок на Жневе у Ксу-Пурыцкая плановался еще вчера. Поменьшевать тысячников приехало керавництво района, процтовники профсоюзов и БРСМ. Подзячные листы, стушки переможцев и подарунки, отрымливые стрельки, экипажи комбайнеров и два водителей. Сяроды знагородженных и Максим Лебяшков, на рахунку якуга зараз 2250 тонн перевезенного сборжа. Кажа, что неких проблем у работе нема, только вось семье ничем не допомагает, да и бачите, я только поздно в вечеры и ранецей. У 8 годин необходимо уже выезжать на палетки. Как помогаем? Внимание только вечером уделяем. И все остальное время приходится уделять работе. Зараз в Гомельской области уже 110 экипажов, комбайнеров, тысячников, у темлику 14 семейных и 11 молодежных. Два экипажа намолотили больше, как по 2000 тонн. Что тычется водителям, у список лидеров сегодня 137 человек. Працовать приходится по 11-12 годин, але и выник добрый. Непосредственно в Гомельском районе убрали уже 85% поселных площадок, причем две господарки с 10 же него завершили. Остатные плануют привезти технику на мехдвары в ближайшие выходные. На пероде сяуба о зимах и завершение поставок сборжа улик держзаказа. Что касается госзаказа, на сегодняшний день уже мы сдали 69% непосредственно. Четыре хозяйства сдали 100% госзаказ, я имею ввиду зерновых, колысовых. И также по окончанию уборки госзаказ будет сдан полностью 100%. Что касается госзаказа РАПСа, на сегодняшний день Гомельский район госзаказ выполнил полностью на 100%. Алексин Цюроу, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания Гомель.